Продолжение этого шоу. Вторая карта в серии Best of 3. На этот раз выбор команды FURIA Esports. Это оверпасс, но и попытка от героев не вылететь и не попрощаться с этим замечательным турниром. Ну что ж, друзья, посмотрим, смогут ли датчане что-то изменить в этом матче, сделать какие-то выводы по предыдущим оверпассам FURIA и все-таки законтрить своих соперников, вернуться в этом БО-3 противостоянии и, возможно, еще поиграть карту Inferno. Даже тогда им будет очень тяжело. Но действительно, бразильские коллективы многие, как и в Азии, сейчас играют эту карту довольно неплохо. Ну что же, один на один ситуация на ножах. Кто выиграет и будет выбирать сторону на оверпассе? Ну, все без изменений. Герои забирают ножи и будут иметь преимущество при выборе стороны. Ну что же, посмотрим, какой будет выбор, потому что сегодня вообще какие-то эксперименты с миражом этим выбором. Они могут и в атаке сейчас начать эту встречу, остаться, написать стей. И я, в принципе, ожидаю даже такого поворота событий. Но давайте все-таки дождемся официального решения от команды. И все-таки это защита. Ты думаешь, защита? Ну, уже поменялась менюшка сверху. Контртеррористы. Точно так же, как и на Мираже, ребята из героек выбирают сторону, в которой им придется обороняться. Хотя мы видели, что там с обороной, ну, на том самом Мираже у героев было далеко не все в порядке. Да, и опять же, можно вспомнить матч против Спирит, но я думаю, что там тоже были сделаны выводы. Поэтому сейчас команда, которая находится на буткемпе, конечно, может нас всех удивить. Она уже удивляет, уже показывает хороший, сочный контрстрайк. И вопрос все-таки, смогут ли закрыть на двух картах своих оппонентов. Вот это начало капитан. Отличный минус. Сбревает тейбл при попытке агрессивно действовать на шарах. Ну, и дальше уходит в действительно закрытый диффенс команда героев. Раздобыли то, зачем охотились, а именно численное преимущество. Ну, и теперь все хорошо. Ну, что же, идет перетяжка. Возможно, сейчас мы увидим, будет подсадка, друзья. Но там на планете никого, как мы видим по миникарте. Такой довольно аккуратный и, грубо говоря, запускают на точку своих соперников представители Дании. Так, где же соперники? Думают ребята из Фурии, ну, понимают, что это пассивная защита на базе БМ. Что герои готовы запустить бразильцев на плен. Дать, наверное, даже поставить бомбу и только после этого оформлять выбивание. Вот если смысл выходить массово с монстром, может быть, шарта в граффити продавить сейчас. И вообще там в упор попытаться разобраться, занять агрессивные позиции. Так, посадочку увидел. Какой хедшот. Мерс чудом остается жив. 4% здоровья. А это все товарищ Юрих. Так, ну что, будет контрпосадка. Но сюда действительно сейчас могут проверить, уже это может быть прицел или не будет подсадки. Не будет. Ну, ее, скорее всего, ожидают. Поэтому контрпосадка, да ладно. Прочекали. Блэйм, хороший минус. Забрал ксерата. Здесь два игрока. Ой-ой-ой-ой. Братская могила для... Как не прочекали второго? Да что такое происходит у героев? 4% у Мерца против сотого арта. Что сотворил Мерц? Ну и, конечно же, вопрос к арту. Зачем так агрессивно? Жесткий, жесткий пистолетный раунд. Но действительно мог идеально сейчас спокойно отыграть в этой ситуации. Смотри, нет дефьюз китов. У тебя бомба, которая стоит на зигзаге. Ну, все карты в рукаве для снайпера команды Фурия. Мне показалось, была инфа по второму, под девятками. Казалось, что парень, который прочекал, вышел на пересвет, он увидел, да, эту подсадку. Но, может быть, на его экране она как-то рассыпалась в этот момент. Хотя по миникарте казалось, что как раз именно, ну, точно увидел двух. С большой вероятностью, когда героики пытались выйти с контровского спауна, точнее, вот с этой хвпы, они попали в перекрестный огонь. И сразу же Фурия сделала 4 минуса. Я не знаю, как не умер Мерц. 4% здоровья практически с начала этого раунда. И в итоге этот парень делает два последних минуса и минирует бомбу. Ну, браво, Мерц. Вот этот раунд может позволить геройкам почувствовать уверенность в своих силах и все же вернуться на второй карте, а именно на оверпассе. Где-то повезло. Мне кажется, Форс сейчас выиграет Фурия. Ну, давайте посмотрим. Вот это Ауф может зарешать. И он работает. Мерц, красавчик. Важнейший минус. Есть большинство для защиты. Ну, и посмотрим. А там никому даже на размен выйти. Там только Арт один близко находился. Подальше. Вот это ошибочка, которой Арт не воспользовался. Но со второй попытки остановил агрессию от Блэйма и забрал игрока команды героев. Тут тоже Кэпу повезло. Да, один ХП остается. Но, тем не менее, это 4 на 4. У соперника три фармгана. Хотя, может быть, это даже сейчас круто, учитывая таких вот ребят, как Арт. Ну, заметьте, как они разыграли эту ситуацию. Арт делает первый минус. Остается красным. Отдает АК-47. И будет двигаться в спину. Его задача не убивать. Его задача подловить какого-то наглеца, который попытается програться в спину его тиммейтам. Ну, или вовремя переместиться. И понятно, что поджима со спины не будет. Ну, все правильно. Ну, вот теперь приемка монстра. Интересно. Там игрок на вилке. Игрок под стенкой. И очень такой... Под флешку четко работает. А чехи... Нет, не проверят. Они не проверят эту посадку. Ой, как обидно здесь у игрока героя. Два красных. Три, двенадцать процентов. Как же везет бразильцам в этом раунде. Правда, до взятия с большой вероятностью дело не дойдет. Но, откровенно скажем, повезло. Ну, тут бомбу, ну, наверное, не даст населен там поставить. Кэп должен законтролить такое. Он должен выходить. Нет. Все-таки минус ХАЕшки. Еще один минус с Юнпика. Но бомба установлена. Итак, это 2-0. Не без проблем героев забирают форсированную закупку от Фурии Спортс. Ну, вот что будут делать дальше бразильцы. 3-200 получат, по-моему. За счет установленной бомбы и парочки минусов они могут позволить себе закупиться. По крайней мере, два игрока точно будут иметь деньги на Ка-47 с арморами. Так, ну, давайте, смотрите. Тут надо покупать, мне кажется. По-хорошему, 2 Ка-4 должен быть. 2 Ка-4 это то, что бразильцы могут позволить себе, не переживая за закупку в следующем раунде. А может, во все тяжкие уже? На всю. А стоит ли ва-банк на четвертом раунде на своей карте, ну, далеко не самое лучшее решение. Хотя экономика героек сейчас дело хрупкое. Она просто практически нулевая. Там 1000, 1000, 1900. Ну, 2 Ка-4, даже есть одна СГ, шка-арт потратился. Причем закупается арт под ноль. Тяжелый армор, СГ, без раскидки. Правда, у тиммейтов, ну, есть пара гранат. Ну, вот в стиле Нави с одним калашом. Но, знаете, вот все-таки арт не самый лучший стрелок. Вот, может быть, Юрия применить? Юрий Сантос мог бы показать уровень с этого девайса. Опять-таки же, отталкиваясь от того, что мы увидели на мираже. Но в этот раз агрессировать попытается именно арт. Насколько это будет успешно, давайте смотреть. Ну, что же, арт вместе с тиммейтами, да, даже с одним тиммейтом, идет через длину. Один еще остается контролить с шариков позицию. Так, проблема у Блейма. Есть инфа по Блейму, по-моему. Но сейчас посмотрим. Нет, нет инфы по Блейму. Тайминги, тайминги, еще раз тайминги. Очень своевременно. Подошел к стене, а потом развернулся и увидел две. Да, по идее, игрок Мерца увидел, да, и думал, что он отошел. Две модельки боком стояло. Ну, благо, хотя бы выжил один из них. Итак, Эйбл подобрал СГшечку. Очень важный минус. Очень важный минус. Сравнем остаются бразильцы. О, все вне позиции. Двое выпадали из шорта. Один вернулся в туалет. Что происходит? Вообще никакого... Никакой идеи мы так в итоге и не увидели. Конечно, кроме СГшки, которая там пыталась пройти по длиной, получила в ухо. Так, а вот и Юрих. Есть первый минус для Фурии в этом раунде. Блэйма забрал, должен подбирать АК-47, но нет армора. 25 секунд до конца раунда. АК-47, нет бомбы, на руках нет ничего. Что будет делать Юрий? Ну, возможно, постарается сохранить АК, но есть ли в этом смысл? Нет, идет в подвал. Показалось неплохо, убьет прицел, но нет, как раз приземлился туда, куда нужно. Ну, пропрыгнул точку, которую контролировал Василий, но все же справиться против датчанина не сумел. 3-0, 3-0, и вот он первый полноценный оружейный раунд. Не забываем про промокоды, виплей.тв, вводим и участвуем в розыгрыше очень приятных девайсов. Ну что же, друзья, пора бы Фурии уже выигрывать свои первые раунды. Так, действительно, по чуть-чуть, по чуть-чуть герои могут и экономику уже себе наработать, и раунды. И, в общем-то, концовка этой первой половины не будет проблемой для этой команды, поэтому лучше уже вот с первого оружейного тащить. Что и, в принципе, происходит. Есть антрекил, небольшой разменчик в исполнении из тага. Так, что делают бразильцы? То же самое, что делали во вчерашнем матче против Спирит. Подсадка попытается отстрелить на бочках игрока, но геройки играют более глубокий диффенс, и, соответственно, на бочках нет никого. Подсадку услышали, по идее, Кэп там дал информацию всем ребятам, то, что вот здесь на воде уже кто-то спрыгнул. Скорее всего, возможно, была подсадка. Ну и пока что больше точкой Б занимаются датчане. Бомба также идет на этот плент, и в ближайшее время мы увидим, судя по всему, выход 2-2. Вот насколько синхронно, насколько там... А что вообще по моликам? Ну, знаешь... Из так один есть молотов, номер три... Дымов больше нет, и это проблема. Он в девятке, ну, в шорт закинуть было бы неплохо, конечно. Так, ну что, попытка выхода на базу Б, раскидочка. Силин есть хороший минус, забирает Ксерата. Сгашка, конечно, замечательная штука. Так, ну что, Арт. Заметил Адаму Фрайберга, будет ли минус с ТЗшкой? Нет, проигрывает перестрелку. Два красных, два в три еще можно потащить, но нет, не получается сделать важнейший минус. И Винни, ну, попытается сыграть раунд один в три, и, в принципе, почему бы и нет Винни? Ну, там снайперская винтовка. Вот проблема основная, справиться с Мерцем сумеет ли? Нет. Просто на прицел выходит, и это четвертый раунд для героя. Кстати, вот знаешь, опять-таки же, вспоминая о том, о чем говорили наши аналитики, действительно, огромную порцию информации Фурия и Спортс отдала героикам по итогам, вот, конкретно, вчерашнего игрового дня. Они играли полноценную карту оверпасса, они, ну, выкладывались на максимум, они показывали раунды, которые есть в арсенале, и, возможно, даже показали все. Соответственно, вот герои знают, как бороться. Точнее, у них была эта информация. Сейчас посмотрим, возможно, сегодня как раз здесь защита будет очень плотно рулить, как раньше, как и всегда, как и в большинстве случаев, когда играют команды, которые здесь умеют очень неплохо принимать соперников и четко перемещаться в защите между плентами. Ну, а вот атака Фурии сегодня действительно не на высшем уровне. Парни пока что как-то вот пода подойти вообще не могут, ну, опять же, не так много девайсных было, да? Ну, не забывай, что это команда, которая во вчерашнем игровом дне показала огромное количество выходов на базу Бэй, при этом минимально, но скромно они пытались скрывать Аплэнт. Так что это неудивительно. Ну, возможно, сегодня как раз стоит поменять вектор атаки, если может это делать команда, и есть там какие-то интересные раунды под Аплэнт. А пока... Так, но бой мы должны закрывать, все равно потеряют ли при этом кого-то. Нет, все четко. Это 4 в 4 и плюс девайс для Эйбла. Так, ну что же, М-ка, Юмпик, ЦЗ-шка, Гиггл. Здесь, кстати, он можно попытаться все-таки вцепиться за этот раунд. Буквально пару точных шотов, и уже в большинстве можно что-то и придумать. Контр-пуш от Асилиона. И, кстати, здесь вроде бы его должны ждать, но вот флешка. Ну, кстати, флешка, по-моему, не до конца залетела правильно. Но все же перестрелку Асилион выиграл. Второй минус. Юрих падает. Это 2 в 4. Но вот Асилион на волоске от смерти. 5 процентов, но с большой вероятностью отпустят его бразильцы. Печаль, что никто не смог разменяться. Второй игрок все-таки там как-то пассивно в уголке зажался. И в итоге... Как раз-таки он флешку усваивал. Итак, выход на базу Б. Есть минус от Адама Фрайберга. Винни дает размен. Ну и должен Винни устанавливать бомбу. А это хорошие новости для Фурии. И это 5-0 для команды Героика. Отличный старт, друзья. Но по-прежнему экономика не самая лучшая. Буквально там одна-две оружейки. И все это можно перевернуть. Вернуться там буквально через 5 минут уже с 6-ми. Чет 4-4. И интересную концовку первой половины. Но нужно все-таки для начала выиграть хотя бы один раунд. Ну и то, что это будет точка Б, это скорее всего ожидаемо. Мы видим, как сложно им вообще подапада идти. Как вообще у них там какая-то беда происходит с этим апплантом. Возможно, в конкретном матче против героек. Но этот элемент игры за атаку им нужно будет отрабатывать. Вообще выход через детскую площадку. Там, возможно, стоит использовать коннектор. Все необходимые гранаты. Но... Вы знаете, вначале вроде бы получается. То есть размены какие-то делают. А вот где-то в середине раунда Фурия как будто теряется на подходах как к Венту. И вот именно там идет что-то не так. А вот и агрессивные действия от ребят из героек. Уже на фонтане мы видим Блейма. Да, есть один игрок, который страхует. Пошла по нему информация. Это номер 6. Это как раз тот самый Юрий. И он попытается прочекать лонг. Но лонги никого нет. Игрок в фонтане, игрок на шариках, игрок в коннекторе. И как раз там у Эстага будет, по-моему, весело. Отступает он к своим тиммейтам. Ну, достаточно саевого действует Юрий. Потому что находится без какой-либо поддержки тиммейтов. Но вот тут все опять-таки же упрется в тайминге. Насколько удачлив будет бразилец в этой ситуации. Он уже вот понимает, что в спину, в принципе, в теории, вот его могут через фонтан обойти. Пытается чекать. Смотрит, чтобы ребятам в спину не зашли. Но вот здесь вопрос, прочекает ли угол или да. Блейм пошел. Да ладно, и дал минус. 26 кп остается. Оказалось, что Юрий. Он как раз-таки на движении словил бразильца. И в итоге, опять-таки же, тайминги на стороне героек в начале карты оверпасс. Ну, вот он выход шорт. Не очень хороший смог. Был просвет. Пошел минус. Падает бомба. Все, вся информация есть у героек. Да что такое? Буря – это третья карта, ребята. Если вы так будете дальше атаковать. Ну, знаешь, видели, что вчера дальние позиции в матч против Spirit не работали. Ну, по крайней мере, у защиты Spirit. И более контактно действуют героики. И это то, что приносит им плоды. Ксирата последний против четверых. 30 секунд до конца. Попытка выхода с монстра. Но эту попытку осилен останавливает без каких-либо проблем. 6-0. Нужна пауза. Здесь, на самом-то деле, уже видно, что можно фейковать против героек. Буквально там даешь два смока. Появляется кто-то в шорте. Там вся команда уже окажется на B. По-моему, их можно реально сейчас очень неплохо между плентами двигать. Просто нужно вот пару фейк B. Ну, раз так уж. Основная стратегия. И все ожидают то, что будет B. Может быть, стоит все-таки немножечко поиграться. Но мы видим, что им просто тяжело. Вот как-то вот даются все эти выходы под аплент. Но уже пора, парни. Здесь по-другому, по-моему, не выиграть. Бетом останавливают железно. Итак, что в этом раунде? Опять-таки же, ну, на скоростях пытались действовать фурия. Ну, вот что это за выход? Ну, это не работает. Ни флешки, ничего не залетело. Просто выходит на прицел. КВП получает. И уже вот вновь очередной интрикилл для датчан. И, ну, давайте быстрый проход по длине. А что дальше? Кстати, позиция, которая пока что не контрится. Но остановились бразильцы. И, наверное, зря. Опять-таки же, у них нет полного понимания, как действует защита команды героек. Но вот мы-то видим, что только сейчас Мерц приходит на длину. Попытается ее прочекать. Но, кстати, там никого не встречает. Видишь, где Блейм находится? Он сейчас может подняться, и тех принять, и игрока, который разводит. Попытаться можно подловить или просто дождаться. Ну, посмотрим. Пошел все-таки спину изи. Это две спины. Это два легких фрага для новобранца команды героек. Плюс-бомба, минус на длине. Все, остается последний игрок. Парни, что случилось? Говорит Ксерата. Знаешь, такое ощущение, как будто бразильцы посыпались. Ксерата последний. Есть минус. В подвале Блейма забирает. Постарается под флешку сделать еще урон для экономики команды героек. Но не получается. 7-0. Очень мощно, очень дерзко начинает героев на карте бразильского коллектива. И уже есть неплохая экономика у ребят. И, в принципе, да, теперь бразильцам нужно только жестко. Это три раунда, наверное. Вы знаете, знаешь, если в начале раунды давались с огромными проблемами, то вот преодолев этот барьер, устояв перед атаками фурии, героики начинают набирать раунды увереннее и увереннее. Чем дальше, тем проще. Действительно, для парней чувствуется, конечно, что уже и экономика появилась, и любые девайсы, любые гранаты. И у парней есть комбинации вариантов. Конечно, да, где-то, возможно, зарешали ножи, и было важно начать за защиту. Но, опять же, идеально играет команда в защите. И не дает ни одного раунда соперникам. Опять же, по дам фурия подойти вообще не может. Команду на банане мы не видели. Арта раз мы видели на главке. Он там выскочил во втором или третьем раунде, дал минус. Но тут просто вот очень легко сейчас ребятам всех, кто удерживает Аплэнд. Итак, что в этом? Форсированная закупка от фурии. Есть уже некий успех. Позиции на длине заняли без потерь. Но это больше план команды героя. Играют Саевова в этом раунде. Ну и вот, собственно, результат. Мерц делает первый минус. Арта забрал со снайперской винтовки. Попытка настреливать в дым. Но это все безуспешно. Перетянулся Блейм. Некая агрессия есть на точке Б с шарта. То есть там побольше информации у ребят. Поэтому могут себе позволить и третьего отправить на точку А. Небольшой холд от бразильцев. Но, скорее всего, это все равно мясорубка. Как тебе коварный план? С Тега оставляют в дыму. Ну и вот насколько быстро он придет на помощь тиммейту. С Тега к Сиратам все же находит в смачке. Но дальше все без шансов. Изи. Очень просто. Бомба вылетела. Не смогли ее там не установить. Кстати, а вспомнить, с чего все начиналось? 4% здоровья. Мерц в пистолетном раунде. Один против двоих с установленной бомбой. Тащит этот раунд. И вот он камбэк от команды героев. Мерц ни разу не погиб. У него 10-0 статистика. Если он 10-1. В общем-то, вот в принципе статистика двух игроков. Вкратце говорить вам о том, как проходит атака от команды Фурии. Никак, друзья. Никак. Ничего не получается. Ничего не работает. Команду контрит. И все-таки героик показывает, что можно. Можно бороться и справляться. И побеждать даже за счетом 2-1. Так, это было дерзко. Мерц промахнулся в зигзаге. Хм. Подсадочка. Говорит, давай-давай. Посмотрим, что Арт придумает с ИВП в этот раз. Тоже интересно. Пока что просто принимает лонг. И, ну, видимо, ничего такого интересного. Разве что дуэлька против Мерца. Да, на длине там какая-то будет. Так, это дубль 2. Это дубль 2. Подсадка. Боже, как криво они подсаживаются. Ну, все же проверили. Видит, видит Мерц. Пытается нашить соперника. Ну, вообще, Мерц вообще должен уйти сейчас. И лонг смотреть через секунд 20. Но на этот раз решили то, что вот сейчас они опять пойдут на Б. Ну, нет, ребята, хоть одного верните на точку. Ну, знаешь, очень четко распоряжаются демами героик. Вот это контрагрессия, в первую очередь, стена дымов, коктейли Молотова, хаешки, флешки, которые залетают и мешают бразильцам проходить. Итак, заметил бой Мвенни. Отлично. Есть минус, а где размен? Почему нет разменцев? Они уже готовились на перетяжку. И просто оставили как-то вот просто игрока. И я не знаю, что это было. Которого ожидали, по которому была инфа. Ну, знаешь, по-моему, Фурия немного ошарашена всем происходящим. Действительно, не ожидали такого сопротивления после победы на Мираже. Нет, ну, я не знаю, пикать карту, где ты можешь атаковать только на один плен, это очень плохо. Смотри на этот выход. Как четко залетел коктейль Молотова. Юрих один пытался пропрыгнуть, был обезврежен. Ну, а дальше у бразильцев что-то получается. 3 в 3 ситуация. Эйбл, вот это выход на базу Б. Два минуса. Ну, тут проторонил, брость. 1 на 1 ситуация. Знает, что игрок на Монстре ушел. Все, не успел. Успел, успел. Нет, не успел. Да, ты лезь. Ну, это было близко. Это было близко, но все же герои выигрывают раунд. Это была жесть. Это была жесть. Но игрок там тоже до конца не понимал, успевает, не успевает. Вроде бы 5 на таймере, вроде бы успел, допикнул бомбу. Кстати, вот знаешь, что, наверное, еще стоит отметить? Даже несмотря на то, что бразильцы проигрывают со счетом 9-0 тайм-аутов, мы, ну, вот, наверное, только сейчас увидели, да? Это тайм-аут. Мы вчера это обсуждали, тренер в TeamSpeak, он, в принципе, и так, все время им говорит и обсуждает, они обсуждают, что делать. Ну, тут больше, знаешь, надо было остыть, как-то переключиться, забыть вот все эти мелкие неудачи, где-то моменты невезения, ну, и попытаться перестроиться. И вот только проиграв 9 раундов подряд, бразильцы применяют опцию тайм-аута и попытаются, ну, скажем так, ребутнуться. К сожалению, капитана на карте нет. Авик он там покупал, пользы никакой не принесло. Но он знает, как смотреть поджим с длины, да? Да, выйти, подобраться, там перестрелять вообще. Вот, ну, нет ничего, к сожалению. Так, интересный вариант закупки. Снайперская винтовка в руках Сирата, 4 пистолета и подсадочка, чтобы... Девятку-девятку смотрим отстрел, друзья уже не успевают, по-моему, по таймеру. Очень долго. Тактики огурцов подъехали, но... Ну, может, повезет, может, туда останется. Что же такое? О, боже мой. Все, все, забили, забили, парни. Попытка хорошая, попытка хорошая. Эх. Посмотри, четыре игрока их принимает. Поставили мерца в соло смотреть банан. Вот. А куда двигается Фурия? На ВАЗу В? Да, уже понимаю, тут, по-моему, героики, все зрители, что, ну, реально, вот, у Фурии... Даже против четверых может что-то получиться. У них здесь очень настрельный выход, но сейчас только один ИВП, пистолеты, четыре соперника. И это все говорит о том, что их жесткость все отстреляют просто в хлам. Что тут? Старт. Хорошая попытка. Убить стену. Так, а что же минус делает? Находит в дыму Адама Фрайберга. Фрайберга пытался агрессировать, но вот дальше Истаг должен хоронить бразильца в этом моменте. Два минуса от него, но ситуация по-прежнему рабочая. Где там все остальные? Там, что в девятке тоже смог в этот момент? Так, размены, размены, еще раз размены. Два в два, Винник, Серата, ЦЗшка, снайперская винтовка против Блэйма и Ассилиана. Но это интересно. Вот так вот тащить, тащить и проиграть четырем пистолетам и Авику, когда ты тут вчетвером принимаешь этот выход. Посмотри, где находится бомба. Вы знаешь, по поводу о местонахождении бомбы догадываются или нет героики? Покажите нам второго игрока, где он находится, эта девятка. Он спинал ходит, да-да-да. По-моему, по бомбе нет информации. Ну что же, Блэйм в шарте, возможно, поймает хороший тайминг. Заметил. Он знает, где находится Винник, поставить бомбу будет невероятно сложно. Я буду сказать, что это нереально. Да, это победа в раунде, Аксирата должен сохранять снайперскую винтовку. Таймер гей. Вау, это было хорошо, но выживет Аксирата. Непонятно, почему в этот момент, когда вставилась бомба, игрок не смотрел в шорт. Это была, по-моему, единственная позиция, которая могла выбить бомбу. Тут другой вопрос. Есть дым, который выкладывается на плент, и в котором можно попытаться поставить бомбу так, чтобы тебя, ну, по крайней мере, не было видно. Ну, дым, скорее всего, нашили, но... Либо закрыть просто шорт. Ну, было лучше, чем сидеть в открытой позиции под шорт, и в итоге вот так вот проиграть раунд. 10-0. 10 раундов подряд для команды героек, и когда же Фурия сможет остановить эту идеальную защиту? На Инферно. Кстати, вариант. На Инферно, возможно, что-то получится, но уже не факт. Если так Мерц там будет настреливать, если будет остановлен банан, то... Ну, ладно, об этом попозже поговорим. Здесь еще можно закамбычить. Даже с 0-10 начинает центрикилл Юрий минус токсик. Ну, что же, прием от Силиона. Ну, и пока что ситуация 4 в 4. Очень неплохо раздамажили бразильцев. Это минус арт. Нет. Вот это промах, арт. С 2К, арт. Ну, все же забирает Асилиона. Не без проблем, но минус делает. А вот и Мерц уже отмечается со своим АВП. 3 в 3 ситуация. Есть инфа по пленту. Минус. Все, все, все. Истак своевременно приходит на помощь и делает два минуса. Арт последний со снайперской винтовки. Позиция арта известна. Ну, и тут вопрос того, как быстро заберут последнего из бразильской команды. Нет, капитану, конечно, нужно, наверное, избавляться от АВП. Вот второй день смотрю. Ну, хотя на Мираже были моменты, в которых жестко попадал. Но стабильности однозначно не хватает. Ну, это, знаешь, как бюджетная версия Фоллина. Да как-то вообще все плохо. То есть, ну, грубо говоря, команда без снайпера. Вот если грубо, пока что. Конечно, может быть, это просто какие-то дни для него идут. Там сегодня, вчера не зашло и как-то вот... Назовем эти дни празднички. Празднички. Праздничные дни, в которых, ну, мало что получается у бразильского снайпера. Итак, это будет сейв. 15 секунд до конца даже уже меньше. Не будут искать героики бразильского снайпера. Дадут ему спокойно сохранить АВП. Они видят, что оно особого результата не приносит. Да, но того и не стоит. Посмотрите, ну, вот сейчас уже добавили деньги за этот выигранный раунд. Ну, как бы запас не самый большой. Сейчас посмотрим, что останется после этой закупки. Ой, ну тут даже вопрос не в этом. Какая там экономика? Когда же возьмут бразильцу первый раунд в атаке? Вообще что-либо есть на АПЛЕНД? Они реально не могут пройти фонтан. Знаешь, это как баран на новые ворота. Вот он уперся и Б, Б, Б. Ну, вот все это говорит Арт. Ребята, Б. Хотя, если бы просто фастом налетели бы там, в конце концов, там половина раундов. То мерц один, то еще кто-то там буквально пару гранат, и ты уже на точке. Ну, знаешь, вспоминая те раунды, когда пытались в фурии спорт заходить на базу А, ну, все-таки становится понятно, почему они туда не ходят. Там вообще все плохо. Если на Б моментами, ну, интрига создается, и ситуации максимально близкие, то вот на АПЛЕНДе это просто беда-печаль. Арта потеряли. Вот опять-таки же снайпер. Да, даже сплит-выхода у них нет, когда там коннектор используется как-то вот вместе с фонтаном, с гранатами. Ну, вот длина впервые прошла так далеко. Вот тут Винни уже понимает приблизительно, что ребята частенько отдают лонг, но мерц на месте. Ну, и там уже пришел, кстати, игрок на хелпу, это Фрайберг. Он уже вышел из банка и уже принимает лонг. А Силиан в спине, ну, считанные секунды остается жить. Ребятам из фурии. Да, Кепчик летит. Просто на санях и, понятно, захолдился. Сейчас нужна пауза, там вот пойдет информация и вот они из спины. А вот это обидно, бомба упала. Ну что, Юрих один против четверых. Да, тут скилухи Юрия не хватит в этой ситуации. Очень сложно. Четко под флешку работает Асилиан. 12-0 просто в одну калитку. Героик выносит команда Фурия на их же карте. Ну что, Арт, давай, пора собираться, Кепчик, собирай команду. Кстати, вот знаешь, даже несмотря на то, что счет разгромный, 12-0, Адам Фрайберг, 5 убийств, 8 ассистов, 9 смертей. Адам отыгрывает, ну, не лучшим образом. Он участвует в огромном количестве убийств, но все же где-то не везет и не хватает. Тем не менее, тиммейты доигрывают ситуации, в которых Адама, ну, моментами просто устраняют. Так, смотрим, очередная попытка пройти вот как... Здесь закрыто. Мерд, опять-таки же, хорошее начало. Два минуса с ВП. Эйбл и Венни погибают, и размена по-прежнему нет. Ты видел хоть одну гранату от атаки? Это, ну, знаешь, белый флаг. Ксерата последний против пятерых. Да, вот на такой агрессии, конечно же, что-то получается у игрока команды Фурия. Но вот, когда закрытый классический диффенс от героев, вот здесь у Фурии вообще... Ну, вот вообще ничего не получается. Они даже вот, ну, не могут просто пройти фонтан. Это уже не смешно. Так, Ксерата. Кстати, герой вчерашней карты Оверпасс неужели возьмет этот раунд? Три минуса уже есть. При этом остается 91% здоровья. Но Бомба по-прежнему под контролем ребят из героек. Ждет поджим в спину, но там нет никого. Знаешь, вот к этому моменту он должен был осознать. Героик понимает, что с этим парнем шутить не стоит. И... Хотя нет. А Силен решил поджать. Кикки Серата решил потащить этот раунд. Но если это будет эйс и начало камбэка, это будет настоящий шок. Наталья Истак сейчас побежит на другой плент. Это будет... Поединок должен прочитать. Это называется прочитано. Должен. Нет, вернулся. Воу-воу-воу. Все, понимает, что где-то нафейлился. И уже... В принципе понимает, что еще на А может вернуться. Короче, попал в историю. Так, отпустит или нет? Ну, по ходу, нет. По ходу, нет. Четко работает капитан. 13-й раунд для команды героиков. Опять-таки же на волоске. Но эту ситуацию создали героики. Они ребята из Фурии. Юра, а Истак-капитанцы сейчас? Везде написано Асселион. Саша говорил, вроде бы, Истак. Я так на всякий случай перепрошу. Переспрошу у тебя. По последним данным наших аналитиков... Что-то поменяли, да? Ну, хорошо, узнаю у Инканиса. После матча. Фрайберг по-прежнему 5 фрагов. Все очень... В его случае тяжело. Но в случае команды он сидит и улыбается. Потому что счет на табло 13-0. И, ну, бывает такой матч, что, да, тебе залетает... Ну, правда, это не атака сейчас. Иногда у тебя часто первый респ, и ты получаешь. Так, посмотри. Дерзко решили сыграть Фурия в этом раунде. Юрих делает первый минус. Все тот же Адам Фрайберг погибает первым. Да тут уже открылась дверь и просто расстрелян их в спину, парни. Это жесть. Вот дальше закрыто. Эйбл Варт вдвоем против троих. И бомба, вот она. А вот и Арт. Кстати, это шанс прокраситься в спину сразу двум игрокам. Нет. Блейм. Не даем его сделать. Контролит. Слушай, прочувствовал ситуацию, прочувствовал момент. Понимал, что может Морозилец оказаться в спине и спокойно его забирает. Эйбл последний. Решили, что зачем. Давайте вернемся по плентам. Хотя бы точку Б. А, нет, не отдали. Не отдали. Все нормально. И стак на месте. Ну, скажем так, очень пассивный диффенс на базе Б. Дают Эйблу пространство. Пропрыгнуть, поставить бомбу, по крайней мере, уже можно. Тут даже пропрыгивать не надо. Он просто проходит под шифтом, никто его не контролирует. Мерс уже в девятке. Там девятка, да. Вот как пройти девятку? Я думал, стак сейчас будет все-таки шире смотреть шорт, но... Так, должны услышать установку. Нет. Ну, понимаешь, когда вот ты пытаешься найти соперника, ты не можешь поверить счастью, что на Б-поинте нет никого. Ты начинаешь проверять позиции, а вот коварно очень сидел опорник базы Б. Забайтили. Вот как раз он видел и позицию Мерца. Ребята посмотрели в мониторы, видимо, друг друга. Либо инфа зашла и очень четко отыграли пассивное. 14-0. Ну что, друзья, неужели у нас будет сенсация на турнире, и бразильцы, которые обыграли команду героек на Мираже, на их выборе, проиграют свою карту в ноль. Там были фанаты героек, писали в комментах на Халтворк. Сейчас все будет в один камбэк, вот увидите. Ну и пока... Пока они правы, но, опять же, инферно будет непросто. База Б, просто база Б. Сколько раундов подряд, ну ладно, не подряд, сколько в общем раундов на базу Б ходит команда Фурия. У меня такое ощущение, что по первой гранате, там, первой, второй, уже команда героек знает, что делает их соперник. Вот настолько разобрали все эти матчи вчерашние, там, и предыдущие. Вообще, контрятся без каких-либо шансов. 3-5 ситуация. 29-52% это Юрих Эйбл, ну, Ксерата сотый. Опять-таки же, этот парень может делать невероятные вещи. Он нам это уже показывал. Ну, что-то мне подсказывает, что 15-0 не избежать. Может, не надо играть в Юрпасс вообще в ближайшее время? Переиграли. Может, на мейджоре не стоит вообще применять эту карту в бразильце? Ну, страшно как-то. 29-9 у Юриха, 1-4. Изи-катка для Адама Фрайберга. Наконец-то Фрайберг делает хотя бы два минуса в раунде. 7-9-11, и при этом его команда выигрывает половину со счетом 15-0. Просто я понимаю, что за такое короткое время перед мейджором не поставишь атаку. Ну, не поставишь. Хоть тресни, хоть каждый день играю в оверпасс. Ну, опять-таки же, мне кажется, сегодня просто что-то пошло не так. А точнее, все. И это все зовут товарищ Мерц. Во-первых, вот очень волевой раунд забрал Мерц. Бразильцы, возможно, даже не догадывались, что у него было 4% здоровья в той самой ситуации. Понимаешь? То есть он взял клатч, в котором, ну, где-то добавил уверенности, мотивации и веры в свою силу. В ближайших матчах на позиции Мерца может стоять Саша Симпл. Это понятно. Там может быть Гардиан. Там могут быть вообще такие ребята, которые просто вас будут уничтожать. И вот если ты думаешь о маппике, о маппуле, точнее, команды Фурия, то, честно, я уже переживаю. Был бы я бразильским там фанатом каким-то, я бы уже писал бы ребятам, может, не надо на этом турнире. Вот все-таки мы видим, есть некоторые проблемы. Нет, ну, против команды, которая вообще не играет, да, можно. К чему бы и нет. И пикнуть его там, и... Ну, знаешь, у всех бывают плохие дни. Бывают, и 16-0, и 0-15 по личной статистике, это всегда бывает. Конечно же, неприятно проигрывать карту, свою карту с таким счетом, но... Понимаешь, бывает счет 15-0, но ты видишь кучу борьбы и кучу ситуаций, там, один на один в конце, а бывают вот такие 15-0. Тут так, на самом деле, здесь были моменты. Начало. Да. Начало было крутое. Так, а вот и начало положено, Арт делает первый минус, пистолеточка для Фурии, ну, по сути, это последний шанс зацепиться за борьбу на оверпассе. И начало положено. Да, тут вопрос, задача простая, просто выдохнуть и 15 подряд. Ну, тут терять нечего. Действительно, здесь надо просто тащить все подряд. Ой-ой-ой, как хорошо! Эйбл. А тут еще сюрпризы. В подвале еще два игрока, и, знаешь, героики этого даже не ожидают. Таковой, подожди, знакомый пистолетный раунд. Вот только недавно, возможно, студиоаналитики меня вот потом поправят. Вот только недавно на минорах у кого, какой же команда, вот такую же пистолетку с таким же вот байтом в коннекторе. Ну, возможно, наши зрители там подскажут, чей же это был оверпасс. Старый я уже, чтобы такое вспоминать. Итак, Адам Фрайберг... Тренера нет, он бы точно сказал. Завтра будет Ламыч. Подскажет. Может, Серега как раз-таки находится на трансляции. В чате Твича поможет Тафе вспомнить, кто же это был. Итак, Фрайберг спалил свое месторасположение, при этом подобрал бомбу. Или она у него была? Это вопрос, но не суть. Попытка установить бомбу на базе Б. Тут просто нет шансов. Здесь два игрока, третий двигается в спину. Алексей, будьте здоровы! Ну, а тем временем первый раунд, да, наконец-то, тащат ребята из Бразилии. Это камбэк? Как раз первый раунд в этом матче. Они могли потащить 2 в 1. Опять же, вот только что Юра рассказывал про эту ситуацию. Очень классно сыграли. Сыграл Мерц. И очень плохо сыграли бразильцы. Но теперь пистолетку затащили. Но мы понимаем, что вот любой форс может выиграть сейчас команда из Дании. Любая пробежка с пистолетами может закончиться выигранным раундом. Знаешь, если в этом матче мы увидим 15 взятых раундов подряд... В ответ? В ответ. Вот это будет настоящая, вот знаешь, такая какая-то... Ну, бразильцы, знаешь... Я не знаю, новая эпоха камбэков, что ли. Вот видно, что вообще-таки ребята эмоциональные. Эмоциональные как раз вот какая-то плюс-моралька бы сейчас вот реально 3, 4, 5 подряд вот могут и зацепиться, могут и навешивать. Поэтому героек лучше не расслабляться. Хотя, опять же, вот из того, что мы видели сегодня, мне кажется, что, ну, не будет проблемы у героек там выиграть хоть один оружейный раунд на Апленте. Итак, кто находится в чате Твича? Давайте, я не знаю, поднимем щиты за фурию. Карта оверпасс. Кто верит в камбэк бразильцев на оверпассе? Кто бы хотел, по крайней мере, это увидеть? Два раунда есть. Два маппоинта отыгрывают бразильцы. Осталось всего-то навсего 13, да? Ну, это как... Да. Совсем ничего. В принципе, сейчас об этом, да, могут бразильцы и не думать, потому что, в принципе, игра, точнее, вторая карта может вот сейчас прямо и завершиться, друзья. Ну, давайте по баю посмотрим. 4-5 аугов все-таки разбросались, собирали себе экономики у ребят, никаких фармганов, это, конечно, отлично. Ну, опять же, про экономику ему особо думать и не надо. Да, вот, чтобы была пушка в следующем раунде, это, конечно, было бы неплохо, но, в общем-то, мы понимаем, что любой проигранный раунд — это конец матча. Ну, по сути, так и есть. И так, агрессия на центре, попытка от арта, найти entry frag. Вот сейчас герои к нам покажут, как пройти фонтан. По крайней мере, постараются. Ну, постараются, да. Три игрока на детской площадке, один в коннекторе. Вот просто дефолт, дефолт, который играют многие команды, которые находятся на этой карте. Асилион работает под монстром в пассивной манере. Ну, и пока что выглядит, что это такой стопроцентный раунд под точку А. А хотят вот пройти, раскидаться, хотя раскидаться тут уже раз, два. Нет, ну, есть смоки, флешки еще как раз на заход. Очень долго, очень, ну, до верного пытаются разыгрывать герои к ситуации в этом раунде. Закрылись смоком сейчас вот главу. Они ждали агрессию со стороны фурии. Они думали, что бразильцы полетят, что они где-то уже не верят в победу на оверпассе. Даже в овертаймы не верят. Но нет, бразильцы попытаются зацепиться. Смотри, как зажимается игрок. Шансов просто нет. Дает один минус, а дальше все. Сразу же размен, все, 4 на 4, все устраивает атаку. 35 секунд до конца. Времени не так уже много, отталкиваясь от позиционки команды героев. Фейкануть некому, да, поэтому это вот чисто раскидка и выход. Пока еще здесь только два игрока, можно легко продавить соперников. Главное, не подставиться под номера 6. Это Юрий. Восьмой Эксератор примещается в банк. Ну и давайте смотреть, Юрий, очень важно. Очень нужны фраги на этой позиции, иначе просто жесть будет. Сотрут в порошок. 2 плюс 2, а выход нет. Да ладно! Вот это Юрий, вот это вертуха. Два минуса. Мерц Вейм отвечает. Попытка поставить бомбу на последних секундах. Нашьют его, просто нашьют! А вот это победа в раунде. Вейм последний сейв. Ака 47-го, третий отыгранный мапоинт командой Фурия. Ну знаешь, насколько хватит бразильцам? Вот, это самый главный вопрос. Чуть-чуть не хватило то ли таймера, вот игрокам, которые с длины, да, вот развернуться и повесить Юрию, чтобы он хотя бы второго не зацепил. Просто вот дал бы один минус, а не два, раунд бы не затащили. Был бы игрок, который бы прикрыл хелфу, не дал нашить, как раз бы ушел на машину. И, по крайней мере, даже если бы не сделал фраги, он бы выиграл секунды. Ну а мы продолжаем, друзья, просмотр камбэка. Бразильцы со счета 0.15 пытаются вернуться в эту встречу. Еще один экономический раунд в исполнении героек. Это два дегла, три дегла плюс калаш, три дегла калаш, которые оставили в прошлом раунде. Ну вот, собственно, калаш и работает. Есть первый минус, Эйбл погибает в зигзаге. При этом Блэйм остается красный, 19% здоровья отдает ветерану КС Global Offensive, а именно Адаму Фрайбергу АК-47, говорит, ты в первой половине не доработал. Ты видишь меню карту, здесь уже игрок в спине, он почти на терровском спауне. Это Юрий. Три игрока на точке, а на приеме, но мы понимаем, что тут парочку точных шотов. Три на Б, все на Б. Фрайберг, есть первый минус. Адам Фрайберг, вот оно включение от старичка. Два, три минуса делает. Последний Винни против четверых, ну такой уж и не тащит. Винни, кстати, не чекают, не ожидали здесь все-таки игрока, но моментальный размен. Изи, вторая карта. Да, это было быстро. Жестко, Мерц, жестко.